100 лет назад люди чаще всего умирали от инфекций, каких-то внешних факторов, например, травм и несчастных случаев. В наши же дни первое место среди причин смертности занимают болезни системы кровообращения. И с ними напрямую связаны такие страшные слова, как инфаркт и инсульт. И это последствия повышенного артериального давления или по-другому артериальной гипертонии. Механизм этого процесса очень сложный. В нем участвуют несколько систем регуляции – гормональная, нервная, почечная. По разным причинам равновесие нарушается и чаще всего в сторону повышения давления. В литературе по йога-терапии от медиков, таких как Фролов, указано, что гипертоническая болезнь – это не однородное заболевание, а группа заболеваний, которые проявляются повышенным давлением. И, безусловно, самый важный фактор развития гипертонии – это стресс. Как же бороться с повышенным давлением? В этом нам помогает йога-терапия. Но чтобы построить практику йога-терапии при гипертонической болезни, правильно, важно помнить, какие техники нужно исключить. Во-первых, это приемы, которые повышают тонус симпатической нервной системы. И тем самым они способны спровоцировать подъем артериального давления. Примеры – горячая йога, кардио-йога, силовая, быстрая, активная, например, аштанга-йога. Во-вторых, это техники, которые вызывают колебания внутри черепного давления. Это капалабхати, бхастрика – дыхательные техники, которые имеют резкий укороченный выдох. Кумбхаки – активные динамические практики, силовые асаны с длительными фиксациями и активно выполняемые прогибы. В-третьих, это перевернутые асаны. Строго говоря, они считаются противопоказанными при повышенном артериальном давлении. Однако, сейчас уже существует мнение, что в некоторых случаях мягкие формы перевернутых асан могут, наоборот, способствовать понижению давления. Поэтому здесь не все так однозначно. Что же касается полезной практики при повышенном давлении, Сюда можно отнести техники релаксации, шавасана, йога-нидра, медитативные практики, дыхательные практики с парасимпатическим эффектом. Это уджай, брамари, цикл маджерасана. Если какая-то из этих практик вам интересна, пожалуйста, напишите. Сейчас я покажу вам, как снизить давление с помощью одной дыхательной техники. Она очень простая, займет у вас 3 минуты. В йоге есть понятие энергетических каналов. В левой ноздре проходит канал, которому соответствует энергия спокойствия, накопления сил. И он называется Ида или Чандра и переводится как Луна. Активацию лунного канала соотносят с активацией парасимпатической нервной системы. Ее задача — накопление энергии и восстановление ресурсов организма. Поэтому я рекомендую регулярно выполнять эту технику не только людям, у которых гипертония, но и тем, кто желает избавиться от тревожного состояния, от стресса, от раздражительности, может быть, бессонницы, проблем с пищеварением даже, связанных с дисбалансом нервной системы. А очень часто это связано со стрессом. Есть несколько техник для активации лунного канала. Рассмотрим сперва классическую технику Чандра Пхеданы. Вдох выполняется через левую ноздрю, задержка дыхания, выдох через правую. Вдох снова через левую, задержка дыхания и выдох через правую и так далее. Теперь давайте рассмотрим вариацию Чандра Пхеданы, которую я люблю больше. Ее называют Чандра Нади Дыхание. Правую ноздрю зажимаем пальцем. Вдох выполняем через левую ноздрю. Потом без задержек дыхания выполняем выдох, также через левую ноздрю. Еще вдох. Через левую медленно-медленно, как через трубочку. Вы вдыхаете и выдох через левую. Почему пальцы я держу именно так? Есть техники, которые выполняются с попеременным дыханием, то левая, то правая. И так очень удобно менять пальцы. Очень удобно, поэтому привыкайте. Тоже начните, и потом вы привыкнете, и будете другие мои техники тоже выполнять легко. Итак, еще раз показываю. Большим пальцем правой руки закрываем правую ноздрю. Медленно вдыхаем через левую. Лучше прикрыть глаза. Обязательно должен быть длинный, выпрямленный позвоночный столб. Это важно в практиках йоги. Вдох медленный-медленный. Вот насколько можете. Он должен быть неслышимым. Если вы вдыхаете так, это не то. Нужно дышать медленно. Я не должна слышать ваш вдох. Постарайтесь первый цикл сделать на 6. Что-то вдох, 6 выдох. Второй сделайте уже 6 вдох. 8 выдох. А третий 8 вдох. 10 выдох. Чем длиннее ваш выдох, тем быстрее успокаивается ваша нервная система. На самом деле, лучше пранаям и еще эфирного масла лаванды ничего я не знаю от стресса. И давление ваше будет снижаться, потому что ваше все физическое состояние меняется. Это вот на физическом уровне происходит. Это не что-то энергетическое. Это не что-то эфемерное. Это работающие системы. Поэтому применяйте. Было проведено несколько исследований влияния этой техники дыхания на человеческий организм. И результаты показали, что в течение всего нескольких недель люди дышали через левую ноздрю. Буквально от 5 до 15 минут в день. И у них существенно снизилось число сердечных сокращений. Снизилось кровяное давление. Это замечательный результат. И он доказывает нам, что зачастую можно помочь своему организму без приема бесконечных лекарств и медицинских вмешательств. Достаточно регулярно выполнять несложные упражнения, которые не занимают много времени, которые можно даже выполнять на работе. Пользуйтесь этой техникой дыхания через левую ноздрю, когда вам нужно успокоиться, когда вам нужно прийти в себя, нужно заземлиться. Если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, в любом случае нужно заниматься регулярно, каждый день. Если вы хотите заниматься со мной и иметь систему занятий, которая действительно работает, то приходите на мой мастер-класс по ссылке в комментариях. Я благодарю вас, что досмотрели видео до конца. Пожалуйста, пишите свои вопросы. Возможно, вы хотите, чтобы я сняла видео на какую-то тему. Может быть, у вас наоборот низкое давление. Есть, конечно, йога, терапия при пониженном давлении. Я с удовольствием сниму, если есть такой запрос. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!